Я захожу на кухню мастер-шиф в отвратительном настроении, мне все достали. Тот протестовал, что ты ***, тот сказал еще что-то. Я прихожу на кухню мастер-шиф вот так. Кухня приобрела совсем другой вид, она изменилась. Тут три поверхности, там две поверхности, там одна поверхность. Короче, вот так вот все разобрали. Понимаешь, как возле каждого стоит один чувак? Да, да, я помню. Но сейчас подожди, еще посмотрим условия. Я подумала, может, это такой конкурс был как в четвертом сезоне, что там каждый там бегает, передает, знаешь. Ну, не знаю, неизвестно. Понятно было, что у нас сегодня белые фартуки, что сегодня конкурс будет одиночный, слава богам. Мы часто просим вас повторить блюда, да? Да. Они бывают сложными и не очень. И не ставим... Потому что именно когда ты волен готовить все, что ты хочешь, ты начинаешь что-то заморачивать. Разфокус, я хочу сделать все и то, и то, и то, и так, и так, и так. Ну и пошли нам спрашивать, кто что может приготовить там. Екатерина Беликая. Я говорю, о, я буду готовить равиоли со шпинатами или с рикоттой, или с бараниной, если она будет в кладовой. Ха-ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха-ха. Равиоли. Но сегодня они будут особенными. Серьезно, да сколько, ну, ты как... Да совесть вообще есть? Виктория. Сегодня я бы хотела приготовить тетиную грудинку, и гарнир у меня, хочу приготовить тыкву в трех ипостасях. Я думаю, где она таких слов понабиралась? Она обычно говорит, трилогия там, как-то, ну, вообще не по теме. То есть что-то где-то слышали, каких-то слов умных понабирались. Я не думаю, что она дома готовит тыкву в трех ипостасях. Дольше всего пыталась объяснить сегодня Юля Шелудько, что она хочет приготовить. О, Боже, что же мне? Красавица неписанная. Она у нас так растерялась, понимаешь? Я даже люблю жаркое с мясом, да. Какое жаркое? Мастер 6-5. Губата, ты где? Ты что вообще? Ты рамсы попутала, девочка. Какое жаркое! А что, беден? А что, котлеток на ***? И вообще, бурю, это, 100 грамм водки, поставим огурчик кисленький, будем кушать. Прекрасно! Думаю, ну, можно девушку, конечно, вывезти из села, из села, из девушки. Нет. Не подходит. Мы все занадто просто. Ну, не знаю, я как-то, мне реально, я запуталась. Я не знала, что придумать, что такое взятие для себя, знаешь. Я хотела быть оригинальной, я не хотела, чтобы это было просто для меня. Я хотела, знаешь, чтобы что-то выпендриться, ну, что-то выкрутиться, что-то придумать, что-то экстравагантное, ты знаешь. Думала, надумала, уже все начнут на нее рамсить, Юля, та губа, ты там, ну, давай уже, ну, соберись там чехли, давай уже там, соберись, тряпка. Юль, ну, честно, ну, уже не смешно. Мені тоже не смешно, я, блин, це не так просто. Я приготовила сьогодні рибу. Вона будет с незвичайными овочами, с сливочным соусом. И чтобы там трошки-трошки так лунали нотки и печинки. Что приготовите вы, Олено? Я чувствую за собой вину перед тем, что я вам не сделала тамале когда-то, я его выучила наизусть. Тамала – это любимое блюдо детства Эктора, и Алина однажды его готовила, и не смогла нормально приготовить, все было ужасно. Ця страва сыра. Ну, сырой он у нас проварился буквально 10 минут. Ця свинина абсолютно сыра. Наведь ваш рысерый. Я из-за него честно даже не спала, мне он и снился. Я изучила все рецепты. Это крутая идея, реально, я не додумался, а Лена додумалась, Лена молодец. Денис. Дай я вот думал, какой из фитер-бисквита. Не, я шучу, конечно. Не, Синь, давай я приготовлю эстерхайзи. Я же его столько раз уже здесь пытался приготовить, и все, у меня руки никак не догадывали. Я думаю, боже, как-то достал, он всем эстерхайзи, 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 как не конкурс, так и эстерхайзи. Он так орал за его этот торт, когда это уже достанет этот момент, понимаешь? Тут настал момент. Точно, все, решил. Женя, клопотенько. Собственно, я ясно на том, что я буду готовить сегодня сибас, тартар из манго, с лаймом, возможно, добавлю перцы, тоже будет такое очень свежее, свежее, интересное блюдо. Юлечка. Надо любимое еще ресторанное блюдо, чтобы еще была неплохая презентация. Я бы с удовольствием сегодня хотела приготовить свое любимое блюдо, это стирфрай из свинины. Почему? Я прошла сотню со стирфраем. Когда муж приезжал, надо было угадать с родственником, я ему делала стирфрай, думаю, я его сегодня усовершенствую. Эльдор. Чилагач с апельсиновым соусом и с кисло-сладкими овощами. Янья. Горгец. Дома я готовлю уху, как бы, ну, все проще, что я приготовил уху, как бы, да, у меня это там, типа, получается вкуснее, чем у всех. Ну, это банально. Ты тут начал вспоминать то, что мы проходили, как бы, на мастер-шеф, да? Ну, почему нет? Лосось с сливочно-сырным соусом и сделать овощные макароны. Наталья. Думаю, яблочный тарт. Я его вообще никогда тут не делала, я его люблю, думаю, к нему я сделаю мороженое, типа, ванильно-карамельное, и что-то я там еще уже по ходу буду смотреть. Марина. Я сказала, что я буду готовить профитроли с куриной печенью, либо же просто, ну, с какой-нибудь печенью. При этом я хочу сделать еще желе сладкое из малины. Вот, и судьи говорят, что сегодня вы будете готовить ровно час, две кладовые открыты, но есть одно условие, говорит, вот есть поверхности, где вы будете только нарезать, готовить, будет мойка отдельно, будет отдельно, значит, плита, для презентации тоже отдельный стол. Все, мы решили, мы готовы. То есть мы уже можем вот брать и идти на этот час, работать туда и все делать. И тут... И тут судьи из-под поверхности начинают доставать вот такие штучки. И тут судьи из-под поверхности. Боже мой, нет. После гири шло такое приспособление, которое цепляет две ноги одновременно. То есть как бы и человек не может нормально передвигаться. Далее ласты. Потом выложили снегоходы. Дальше лыжи. Мы теряем его. Лыжи капец. Лыжи двухметровые Советского Союза. Крутяк вообще лыжи. Но это не все. Минутка. Ай, как класс вообще. Потом куда-то ушел Николай. Ушел. И он не пришел. Он приехал. Ой, это круто. Класс. Он приехал на какой-то веломашине. Я не знаю, как эта штука называется. Но это было прикольно. Ушла куда-то Таня и выехала на офисном кресле. Мамочка! А-а-а! Ну, вот, собственно, то, на чем вы будете передвигаться по кухне. Я тупо рыдал. Ну, реально, половина девайсов реально диких. Ну, как в ластах готовить? Как готовить в лыжах? Ну, реально, дико вообще. Тут, судя говоря, Марина, так как она победила в прошлом конкурсе, она будет давать каждому человеку то, что она считает нужным. Я расстроилась. Я не люблю вообще решать судьбу других людей. Я люблю решать судьбу только свою. Я очень обрадовалась, что выбирала Марина. Слава богу, что не выбирала рыжая. Неважно даже, какая из них. Если бы выбирала рыжая, я больше чем уверена, она бы мне, наверное, одела бы три девайса сразу. Всего здесь 10 предметов. Один из вас останется работать на своих двоих, как говорят. Я решила, что так как мы все в белом фартуке, и у нас только один человек находится в черном фартуке, ему нет смысла вообще ничего одевать. Если бы она взяла это себе, то было бы, ну, малеха, несправедливо. Она не наряжает Толстого. Очень хорошо. Ну, положи, я очень. Я ей вообще сегодня был безумно благодарен. Наташа. Понятно, что Левензон достанется одной из самых легких, да, потому что они подружки, и это справедливо. Я бы поступила точно так же. Поэтому Наташа достался вот этот вот Аля на колени. Она уже как-то хромала, и я думаю, что ей не привыкать. Женя, Гергец. И вручает мне Гирьку. О, благодарочка. Думаю, сейчас я мышцу себе накачаю, и будет все нормально. Ну, я думаю, что она будет на руке, о, все-все, на ноге. И тягаю ее тут за собой, я не знаю, вообще непонятно кого. Женя у нас спортивный мальчик. Он не такой, да, там, плотный, как Денис, потому что Денис бы умер с этой гири. Не такой костлявый, как Лопатенко, потому что Лопатенко бы не потянул эту гирю. Тяжелая? Да нет, что-то не тяжелая, что-то. Килограмм еще прикалывается. А Великой достаются ласты. Я же тебя называла жабой. Что-то я тебе. Чтобы ты понимала, Вилли кажется, что у нас спится от велосипеда. И с этими ластами она чувствовала, я еще такая, знаешь, взворбленная. Она просто вот сегодня была в идеальном образе. Повелительница жабы, как она любит на себя называть. Дракона, птишка. Не-не-не, дорогая. Это как раз ты, повелительница жаб. Все. Ну, нормально. И тут она говорит, карета. Я выхожу, и она мне дает снегоходы. Я их никогда не носила, я их никогда не обувала даже. Тут мне помогает Николай. Так у вас ножка маленькая. Она Золушка. Вам в пору хрустальные тушики покупать. Да. Пожалуйста, давайте я вам помогу. Эльдару я дала самокат. Самокат, это было вообще самое легкое, что там из всего было. Был самый легкий, самый. Ну, что ты покатился ты на одной ноге и дальше шел. И наискоднейше, что это лыжи, и она их дала резник. Вот и первый враг, ты понимаешь? Марина сразу решила, что у меня будут лыжи. Почему? Ну, это очевидно, ребятки. Она меня раздражает. Она отвратительная, лицемерная, глупая. Галгарин долетался, рыжая, да ***. Нечего было нас океану-то подгалкивать. Ой, давай, роднуля, сейчас будешь газовать, я тебе говорю. Лыжи, я на них каталась в последний раз 20 лет назад. И у меня, честно, по секрету скажу, не очень получалось. Вот, и я понимала, что у меня рост метр шестьдесят, а лыжи двухметровые. Я, ну, честно. Ребята, разбегайтесь. Ух, спокойно. Мне попались оковы, которые заковывали ноги. Воно усковане, ты передвигаться особо не можешь, воно сдавливает тебе ноги. Прыгай, прыгай. Я хотела казаться сильною, но я боялась этого девайса, потому что я переживала, что я взагалі сегодня не справлюсь со своей стравой, потому что мне будет заважать оце ускладение. Ну, на самом деле, в ее этих, да, в этих оковах, я не знаю, как это сказать, да, ну, в них можно было двигаться. Маленькими шажочками – это не самое страшное, что есть. Нас уже тут и бинтовали, то есть, как бы, это нормально. Я уже ходила с перебинтованной ногами, я уже знаю, что это такое. Лене я дала рыжей веломашину. О, ну ничего, кстати. Нормально, а не пилот, конечно, твой. Поехал. В жизни вожу машину и вожу очень долго, в этом году 17 лет, поэтому я сегодня очень обрадовалась своей вот этой машинке. Заезжай, Панкевич, паркуйся. К Лопатенко Жене я дала велосипед. Великий стратег, наконец-то, на автомобиле, собственно. Веселый молочник. Я такой худенький весь, я не похож на веселого молочника, на самом деле у меня было ощущение, что я байкер. Марина приняла решение, что она тоже будет в каком-то девайсе. Марина решила побыть как офисный планктон, покататься на стульчике. Въезжай, давай. Вставать, отстегивать и покидать то, что вручила вам Марина, запрещено. Время пошло. Тихо, тихо, тихо. Спокойно. О, господи. И мы начинаем бежать. Кто куда, кто как. Кто-то едет, кто-то бежит, кто-то прыгает, кто-то там еще что-то. Оперный театр. Бежим в девайсы, каждый там что-то берет. Кто гребет, кто-то ногу тянет, кто-то, я не знаю. Я почувствовала себя этим Флинстоном, когда они садились в машину и разбегались, и потом ехали. Марина, быстрее! Я его опускала, когда мне надо, чтобы доставать ногами до пола, потому что ноги у меня короткие, и когда он был поднят, я не доставала до пола. А когда мне нужно было что-то достать, я его приподнимала и доставала те девайсы, которые мне нужны. Я на этом величке думал, крутить педальки, а потом думаю, зачем крутить педальки, я себя ножками достаю. Я был такой, как, я был похож на крабика, такой. Велосипед был трехколесный, понятно, он был большой, понятно, что с ним неудобно, но в нем был один огромный плюс. Сзади была корзина, он мог слаживать туда все продукты, да. Движение, я тебе говорю, что в Японии, велики, машины, мотоциклы. Я с этой гирой, цепка короткая, ногой перебираю, нога вот так набок, скачу, что дурачок. Ну все замечательно. Так, что мне еще надо? Не возьмешь много, там, в две руки, например, можно было, там, две миски, да, взять, там, соус, там, рыбу, все, там, вот так вот взять и побежать. А тут надо гирю нести, что-то в руках. Мне бы приходилось просто много очень бегать. Стою на асфальте, я в лыжи обутые, то ли лыжи не едут, то ли я молодец, короче. Сначала я пыталась в них идти, потом, ну, поняла, что идти – это вообще. Я сейчас за час, наверное, только продукты наберу, поэтому я вот и доеду. Аккуратно, ребята, у вас человек на лыжах. Я даже, кстати, приехала быстрее, чем Лена на своем вот этом, вот этой штуке. Ой, пип-пип! Подсокотела я там в крутом автор, доехала до девайса. Вон, кей, а я же не запрещу, чтобы своей мадам посижу, подрываться и брать мыски. Арина была сверхний пулки. Лена, на! Ага! Ага! Я делала выиграть, что мне там весело и прикольно, да, я сейчас там, ну, я спортивно, сейчас справлюсь. Прыгаю, прыгаю, я же думаю, мне надо быстрее, быстрее сходить. Ой! Мне, по-перше, треба подивиться, какие там продукты, яка там риба, яка там шо. Я понимаю, что они там, им всем тяжело. Я побежал, им повключал все плиты, я побежал, включил все духовки. Забегаю в кладовую. Подвынься! Одна тебе лыжами, вторая тебе колесами, третья тебе своими снегоступами, а еще и, представляете себе, карету, ходячий шкаф. Ну, я забирала выше головой. Женюак! Ну как, две минуты уже и карета, сейчас, две секунды. Что карета, дайте я пройду. Дайте я пройду, пожалуйста. Просто в них ходить не получится. В них надо ноги держать на ширине плеч, да, потому что они настолько большие. И просто переступать, потому что они еще и скользкие. Если ты начинаешь просто идти по полу и скользить ими, ты просто упадешь. Ну, да, что-то вниз. Все участники сразу представили, что все проблемы со своими гаджетами они перенесут на других участников. Ребята, двигайтесь, пожалуйста, я вас прошу. И тут же мне Лена сказала, что с Викой, что для того, чтобы мы пошли в кладовую, тебе нужно великое свои ласты убрать. Я думаю, ребята, тут каждый сам за себя, поэтому я буду делать все, что я хочу. Я попробовала сначала пошуршать. Поняла, что эти ласты заплетаются на полу, потому что в них нужно плавать, а не ходить. Поэтому я решила, что в связи с тем, что я бегаю в марафоны, сейчас я буду бегать по кухне мастер-шеф в ластах. Поэтому я начала поднимать высоко ноги и как горный козел скакать, значит, по кухне. И понимаю, что первым делом я буду делать тесто, а потом подумаю. А также буду делать все плиты, только две или три. Поэтому я запрятала все продукты, взяла кастрюлю и сразу поставила воду себе на равиоли. Это моя большая кастрюля, ее не трогать. Думаю, сделаю тесто. Прибежала карета, говорю, карета, давай, пожалуйста, вместе у тебя, значит, снегоступы у меня ласты. И сразу поняла проблему, что мы оба не чувствуем размеров. Кареточка-то наступила мне на горло моей песни. Получается, то я и на снегоступы наступаю, то она мне на ласты. Уберите ласты в прямом смысле этого слова. Тут можно наезжать, понимаешь, даже не бояться. Надо же, велика, ласты свои убери. Она там, Юля, убери свои там скороходы. И получается, что карета с одной стороны, с другой стороны Лены. А у меня Лена, она с одной стороны на велосипеде. Ой, тут Панкевич приехала, а мне на ласты наступила. Лена, Лена, пожалуйста, давай ты не будешь заезжать. Да как же я ж не встану, Катя? Мы с ней не дружим, поэтому я не хотела с ней становиться рядом. Но мне пришлось к ней сегодня, ну, подруливать. Карета понимает, что у нас одна доска, и нормально это все раскладывает. А Лена начинает свои вот эти все... Сейчас, может, все обрежу. Я говорю, Лен, пожалуйста, я буду раскатывать равиоли. И вот то она мне этим колесом наедет, то какую-то миску поставит. Двигайся вот в ту сторону. Все, а что я тебе мешаю? А я же катаю. Хорошо. Мне уже это просто надоело. Я говорю, Лен, пожалуйста, ты можешь как-то себя там поспокойнее вести? Так хотела, чтобы все невеликая чмакнулась. Перечепилась через эти ласты, через свои. Жаба. Фу, господи. Вита моя молча, как, ну, хороший тут спортсмен-лыжник. Ходила там, пыхтела. Так, поехали. Ребята, глибубята. Около меня ливензон. Я себе забиваю место там, где, ну, знаешь, где поверхность и где духовка. Ну, как бы мне духовка нужна. Я думаю, я, знаешь, два в одном, как бы. Тут яблочки там в духовочку, все нормально. Боже, думаю, капец, сейчас мне будет, господи, это же истеричка. А что, соль? На, соль, перец фиг знает где. Встала возле меня, слушай. Знаешь, очень она мне там нужна была. Очень я хотела именно ее видеть с этими мясами. Вот возле меня надо было ей встать, понимаешь? И с этими лыжами. Я ее несколько раз лыжами пиханула, конечно. Ой, ой, я тебе мешаю. Ой, извини, извини, понимаешь? Я говорю, слушай, ты мне скоро ноги отобьешь. Ну, реально, знаешь, уже принадоели. Ой, Левензон, ты на моей лыже. Извини. Говорю, Левензон, ты можешь от поверхности полшажочка сделать? Я сейчас вот так, как в гаражик, лыжи свои загоню и буду вот так стоять. Твои лыжи везде. Если что, на них становись, я потом, когда буду идти, я скажу тебе. Как-то я там втиснулась вроде. Значит, давай же все, сразу утку замариновала. Один сотейник с вишнями, другой с тыквой. Все подготовила. Левензон уже все, у нее что-то уже крышу сорвало, она там уже что-то тесто мешает, тесто мешает. Эти все чайки, ра-ра-ра, кто-то нарезает. Ну, смотри, уже все понеслась. Что-то там уже Дениска с этим своим эстерхайзи. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Дениска субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...